Сегодня хочу поблагодарить вас за объективное и правдивое освещение деятельности уголовно-исполнительной системы, за ваши дружественные к нам отношения и надежду на дальнейшее плодотворное, длительное и тесное сотрудничество. В Международный день солидарности журналистов благодарности представителям региональных СМИ. Буквально несколько минут на поздравления и приглашенные в управление в СИН России по Пензенской области приступили к своим прямым обязанностям. Начальник ведомства был готов ответить на любые вопросы корреспондентов. Игорь Киреев в системе почти 30 лет. Новую должность занял в июле этого года. В Пензу приехал из Удмуртской республики и сейчас контролирует работу семи колоний, одного следственного изолятора и исправительного центра. Одна из задач на ближайшее время – увеличение производственных мощностей для осужденных. Наши учреждения работают в области швейного, обувного производства. У нас есть металлообработка, деревообработка. Мы работаем по изготовлению товаров народного потребления, переработка сельскохозяйственной продукции. У нас свой законченный цикл производства мебели. По данному направлению мы вообще стараемся занять свою нишу в регионе. Я думаю, мы будем развивать это направление еще больше. В приоритете трудоустройство лиц, имеющих исполнительные листы для погашения исков потерпевших граждан. А еще увеличение объемов продукции за счет организации новых производств. При поддержке органов власти и бизнес-сообщества в ближайшее время будут открыты участки исправительных центров на базе предприятий в Кузнецке, Бекове, Белинском и Заречном. Это позволит приблизиться к выполнению поручения президента Владимира Путина, согласно которому в каждом субъекте страны должно быть создано не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам.